Достраивать запорожские мосты через Днепр будут без участия города. Решение о присвоении стройкой статуса государственной принято на заседании Кабинета Министров. Об этом в нашем первом сюжете. Спустя почти месяц после визита премьер-министра Николая Азарова в Запорожье, Кабмин определил, что делать с запорожскими мостами. Город с ними справиться не может. Следовательно, теперь строительством мостов полностью будет заниматься центр, решили в правительстве. Так у запорожских мостов появился новый статус – государственный. В результате этого совещания принято решение поднятия статуса стройки. Она будет государственной. Сейчас определяется, кто будет заказчиком, кто будет строить этот мост. Меня полностью поддерживает такое решение, потому что это долгострой. 7 лет строим мост, и такими путями он в 4 раза подорожал за время стройки. Если будем так дальше строить, то мы его не построим никогда. О том, что у них отобрали главную городскую стройку, сегодня говорили и в мэрии. Решение о новом статусе запорожского долгостроя придется подтвердить депутатам горсовета. В ближайшее время будет проведена сессия городского совета, на которой будет рассматриваться вопрос о передаче в государственную собственность. Николай Янович четко подчеркнул о том, что на его взгляд мы не решим вопрос, если данным строительством не будет заниматься государство. Поэтому в ближайшее время всегда городского совета определит сроки проведения сессии. Мы рассмотрим данный вопрос на сессии. На совещании в Кабмине премьер-министр также поставил задачу открыть движение по мосту уже в 2012 году. Во время визита Николая Азарова в Запорожье мэр говорил о сдаче в эксплуатацию первой очереди строительства в 2013 году. В то, что мост удастся открыть раньше, уже в следующем году запорожский губернатор верит. Для того, чтобы это сделать, по нашим расчетам, нужно выделить примерно полтора миллиарда гривен. И эти ресурсы будут частично выделены из бюджета, по всей видимости, близко миллиарда. А остальные за счет оборотных ресурсов, допустим, компании, которая будет строить этот мост. Будет ли меняться генподрядчик на строительстве запорожских мостов, пока неизвестно. Однако, по словам чиновников, в Кабмине также принято решение провести аудит средств, уже освоенных на этом объекте.